приветствую всех дорогие друзья любители старкрафта день и очередная игра корейских профессионалов на этот раз у нас матч-ап протос против террона и протос у нас никто иной как бису не сыграет за протос и синего цвета и красный террин у нас это for gg про геймер команды ктм в прошлом победитель арена msl 2008 года если не ошибаюсь финале он победил самого джейдонга я помню мне кажется это одна один из самых первых матчей корейских которые я посмотрел от полностью матч с комментариями брюса вот когда я только начинал увлекаться старкрафтом 2000 конце 2009 начале 2010-х годов вот один из первых полных матчей на которых я наткнулся был как раз таки финал а вот турнира fordg против джейдонга и вот как-то мне так запомнился запомнился эти этот игрок с тех пор и судя по стримам fordg у него он стримил на твиче долгое время и его там как раз в названии каналах время фигурировал название стримов все время фигурировала вот тот турнир при том что он потом выигрывал какие-то турниры по старкрафту второму но вот видимо для него тоже тот турнир оказался каким-то прям на максимально значимым ну ладно посмотрим сейчас игру против бису до возвращались но как под джейдон долгое время играл во второй starcraft он играл время от времени в первый возвращался потом снова играл во второй последнее время он больше играл во второй starcraft стримил постоянно на твиче но потом когда twitch брал монетизацию для корейцев он пошел он пошел стримить на африку но на африке 2 starcraft стримить нет никакого смысла потому что там никто не смотрит 2 starcraft а 1 starcraft даже если у тебя там мало мало зрителей можешь найти свою аудиторию которая тебя прокормит вот то мы здесь видим стандартное открытие через факторе у ford сделан такую стеночку импровизированную дома мимо барака и справа поставленного supply-депо проходит спокойно маринос но зилот не может пройти и маринос если если бы была какая-то атака зилтами со стороны бису то маринос мог бы спокойно ходить туда-сюда мимо вот этих зданий а зилот зилту пришлось бы кружить вокруг да около здесь мы видим 19 nexus от бису тоже абсолютно стандартное открытие для сегодняшнего дня 19 nexus затем сразу же газ затем сразу же дальность и после этого сейчас кстати нет подождите пису немножко так халявно играет обычно сразу драгуна заказывают фотос и он решил сначала двух рабочих еще заказать если бы это был какой-нибудь подпуш с танком а это возможно и будет подпуш с танком да это будет подпуш с танком посмотрим как без от всего этого отобьется но здесь на этой карте достаточно много горочек да кстати говоря карта у нас называется dominator это у нас новая карта с а сл и как раз таки возможно благодаря этим горочком умеет отбиться бису без особых потерь и посмотрите здесь разминулись маринос и и драгуны сейчас это драгун может попасть в западню если эти маринос и успеют настичь горочку и остановиться здесь на походу сам форджи тоже драгуна не видел а нет вультура подъезжает это не пуш с танком это подпуш именно с вультура и 5 мариносов и вультура и мины как раз таки доделаются в процессе так одного мариноса отчелкивает второго это драгун один остался справа другой снизу выводятся рабочие понимая да бису что без рабочих здесь не справиться вот третий драгун только сейчас появляется ну и в целом да с рабочими рабочими все получилось получилось от этого отбиться но подъезжает еще одна вультура минусуется минусуется драгун сразу же смотрите мину очень близко к драгуну ставят дальности до сих пор нету и какой-то дэмэдж в целом делает у нас терран в целом ощутимый дэмэдж посмотрите по рабочим он пока у него на одного больше двух драгунов он смог уничтожить драгуна это довольно дорогие юниты по цене практически как танк танк всего на 25 минералов дороже драгуна и самое главное что драгуна и танки строится одинаковое количество времени поэтому вот такой хорошая хороший был размен для тирана пока что нету об сервера у протаса ну вот он вылетает вылетает уже об сервер сейчас этими на спокойно зачистят из танк подъезжает но по-хорошему танку уже надо возвращаться назад да как только увидел об сервера танк сразу же домой поехал бису здесь закрывается пилонами чтобы у вультура не заезжали не заезжали ему на натурал широким фронтом а вот он идет в атаку драгуна вывел заранее пробочку здесь для того чтобы если бы вультура поехали он бы поставил здесь пилоны полностью заблокировал проезд тем самым отбившись от вультура три драгуна подходят но здесь два танка спокойно отобьются от трех драгунов апгрейда на раскладку еще нету со вторым об сервером бису пошел разминировать разминировать место под третью базу но пробочку здесь пробочку здесь в ультур и культура стервятник уничтожает до тем временем у нас уже обыграть на атаку делается терна и не добавляют он 2 factory и делает помимо всего прочего еще и комсат station сейчас будет и разведка хорошая и без тур я так он будет играть ближайшее будущее добавляет еще фактор к на это будет у нас снова подпуш почему говорю снова потому что сейчас все тираны в этом матчапе играют через подпуш с 5 или с 6 factory особенно вот на современных картах это очень хорошо работает с ранним апгрейдом на атаку если раньше мы часто видели даже 6 раз уже factory ставят ничего себе на 725 уже 6 factory и прямо вот сейчас терна даже не скрывают это прямо перед носом у об сервера заказывают 6 factory здесь у нас пока всего-навсего 2 гитвея и плюс 2 давид бису ривер да с помощью ривер конечно же здесь будет бису стараться отбиваться от этого выхода тираном ну тером помимо всего прочего еще и готовится к дропу андаун просветил он просветил конечно же main процесса увидел шатал увидел роботик саппорт бэй понимает что сейчас будет ривер без тем временем третья база доделывается и добавляют он еще гейтвейв до 8 штук кстати говоря пока что без форжи и без цитадели да вот только сейчас ставят форж я думаю что сейчас же поставить цитадель примерно на этом тайминге но здесь у нас вторая пристройка пошла 2 пристройка чтобы было больше танков и где-то я думаю что на 930 тиран будет выдвигаться в атаку к пока что ему нужно позаботиться об угрозе ривера ну мы кстати инженер нб не видим возможно без туреток без туреток опасно выходить таки нужно поставить туретки потому что голиафов я мы возьмем с собой они хорошего держат урон против драгонов и зилатов также и неплохо в целом дамажит и по земле и шаттл нужно будет чем-то сбивать а вот дома нужно будут туретки но мы до сих пор не видим инженер нб мультуры поехали мультуры поехали занять какую-то позицию на карте поставить мины остаются мины для того чтобы была разведка но задача проц эти мины своевременно зачищать чтобы как раз таки у тирана не было разведки убить иран не понимал где именно находится протас так здесь несколько вульту вошли не в ту дверь потерял их за просто так for gg ну танков 7 штук 9 даже 9 танков 4 голиафа продолжают здесь вультура колесить и здесь снова 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 не натыкаются на процесс куарную куда-то да вот он очень оптимистично этими вультура не заезжает ждите а где шаттл они потерял ли бису часом шаттл по всей видимости а нет вот он шаттл не потерял но самое главное эти вультуры сделали самое главное они отвлекли армию протаса процесс пришлось отвлечься на этих вультур пойти за ними к себе домой ближе как мина здесь неприятно врезалась войти ближе к своей базе и в это время тиран подвел свои войска поближе к протасу занял горочку самое главное и атаковать снизу вверх для просто будет проблематично пока мы видим всего на всего один ривер и шаттл не достраивает больше бису не шаттлов не риверов а просто вкладывается в большое количество зилотов здесь кстати говоря а ну смотрите как бису грамотно грамотно бису поставил здание то есть тут можно часть мэйна даже простреливать убийцу как раз таки подальше от этой позиции поставил свои гитвы и танки ford не достреливают так бисус допускает ошибку теряет он ривера и шаттл эти лимита больше убийцу на 40 но я боюсь что если он сейчас просто нападет без какой-то поддержки сплэш урона то будет очень проблематично здесь стирана выбить с этой позиции иран свою очередь у него уже апгрейд на броню доделывается бису тоже заказано брать на броню зачем-то вторым потому что у него уже есть архивы там пларов делается psy шторм подводит сюда еще юнитов от gg здорово смотрите как он здорово карту отминировал видит что не будет никакой контратаки ближайшем будущем но у бису как раз таки пошел сюда драгонами надо расчистить карту чтобы терн как раз таки боялся этой самой контратаки так здесь видимо хай там плар погиб dark подходит dark templar возможно сейчас с плашом еще несколько танков вражеских получится убить до 2 танка по итогу погибает от рук этого дарка и пошла атака большим количеством зилтов врывается у нас здесь бису но практически всех зилтов практически всех зилтов теряет здесь часть драгонов отрезает подкрепление форте джину форте остается огромная армия вот правда три танка он забыл здесь убийцу должен быть уже psy штормы и кидается этот psy шторм можно сказать что бису заставил заставил тирана пойти в атаку и здорово здесь подкрепление отрезает остаются фактически одни только лишь танки у тирана и одними танками без прикрытия в ультур сражаться конечно с процесс к армии тяжело особенно если это такая разношерстная процесс к армии состоящая из архонов из зилотов темпларов и драгонов здесь здорово бису продолжал гунами контролить максимальное количество времени он выиграл для своей армии дома этими драгонами чтобы не подъезжало подкрепление ну вот собрался здесь вот же силами и снова снова атакует танков у него не так уж много всего семь штук зилотов зилотов а здорово отщелкивает в ультурами ну дарки 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 дает о себе знать очень много дэмэджа они наносят видимо у форжи не было маны на для того чтобы кинуть скан и вот эти два дарка по факту спасают бису выглядело так что форды должно хватить чтобы продавить но дарки дарки зашли в армию терна и рубили там рубили все что плохо стояло и в итоге хороший хороший дэмэдж нанесли и этого хватило протасу чтобы отбиться от этой атаки тем временем убийцу четвертая база достраивается здесь в ультуры снова минируют вот эти вот все горочки так карта очень неприятная для протаса в игре против терна именно из-за большого количества горочек и терн может выигрывать огромное количество времени благодаря мин благодаря минам то есть ставится вот так вот мины на горочки и драгуны часто будут промахиваться по этим минам тем самым не смогут дальше пройти пока все не зачистят и терн благодаря этому может хорошо позицию занимать на карте то есть например отминировать вот эти горочки армии пойти вот так и успеть дойти до этой горочки пока здесь про то зачистит одну локацию с минами пока зачистит другую пройдет куча времени и тиран сможет как раз таки где-то агрессивно окопаться поставить мины разложить танки и уже на разложенного терна будет проблематично нападать но пока у ford планы другие пока он просто просто обороняется или нет смотрите он построил снова лимит 130 идет вперед танков у него не так уж много апгрейда всего на всего 11 кстати 10 танков почти пачка мультуры мега агрессивно заезжают прямо в армию протаса разрезают ее на пополам но бису все четко здесь от контролил раскладка пошла высаживаются хай темплары кидается шторм в первую очередь в вультур чтобы потом зилоты могли безнаказанно ворваться в танки и до вультур не хватает снова вультур не хватает прикрытия для танков подъезжают вот только сейчас подъезжают свежие вультуры из фактор чек но бису грамотно занял позицию же хай темпларом и кинул шторм на оставшиеся три танки в раскладе три танков раскладки здесь подъезжают еще танки подходит глиап но армии протаса в данном месте данное время больше здесь еще два шаттла уже загружены по полной зилотами и по всей видимости ford проигрывает эту игру была какая-то странная честно говоря атака в какой-то момент мне показалось что возможно тирана хватит но вот как раз таки вультура вультура немножко не хватило чтобы прикрыть танки здесь бису до издевается над своим противником добивает его тут ссв но ничего имеет право он победитель а победителей как мы знаем не судят спасибо всем что смотрели такая вот у нас получилась игра довольно интересная с большим количеством экшена вот gg постоянно атаковал бису приходилось обороняться но и тем не менее игра получилась довольно веселый всем спасибо всем пока до скорых встреч встреч